Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Вход по графику, а перемены без звонков. Как изменится жизнь самарских школьников в этом году? Пленники пандемии. Под Кинелем развернули палаточный лагерь для мигрантов из Узбекистана, которые так и не смогли уехать домой. Новейшие образцы военной техники, выступления бойцов спецназа и тактический танковый бой. На Рощинском полигоне открылся форум «Армия-2020». 122 тысячи детей отправятся на учебу в самарские школы 1 сентября. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, массовые собрания теперь под запретом. Каждый класс должен учиться по своему расписанию. Учеников в классе должно быть не более 15 человек. Все школы обязаны убирать помещения с дезинфицирующими средствами. Следить за качеством школьного питания теперь будут родительские комитеты. А для учителей появятся новые возможности в повышении профмастерства. Ключевые направления деятельности на предстоящий год обсуждали на педагогической конференции. Педсовет прошел в онлайн-формате. Современные технологии позволили задействовать в его работе более 50 тысяч участников. Подробности в репортаже Олега Зверева. Молодой учитель истории Максим Суслов готовится к долгожданной встрече со своими учениками. Программу первого школьного дня он подготовил заранее. День знаний будет посвящен главному событию года – присвоению Самаре звания «Город трудовой доблести». Школьники получили онлайн домашние задания, которые должны были выполнить вместе с родителями. Наш класс, родители, дети. Мы участвовали в голосовании, чтобы Самаре было присвоено это звание. Подготовили само занятие на классный час. Дети должны будут подготовить истории о своих родственниках, кто принимал участие. О трендах в системе образования на предстоящий год сегодня говорили во время властной педагогической видеоконференции. В таком формате принять участие в обсуждении смогли 50 тысяч человек. Было организовано интерактивное голосование по наиболее актуальным проблемам педагогической науки. Национальный проект открывает большие возможности перед системой образования. Сегодня вполне реально вернуть российскому обучению статус лучшего в мире. Тем более, что опыт и наработки у страны есть. Качество образования – одна из ключевых составляющих стратегии развития региона, стратегии лидерства. Губернатор Дмитрий Азаров предложил создать областное родительское собрание, которое смогло бы в режиме обратной связи участвовать в работе школ. Успех в обучении и воспитании ребенка зависит во многом от того, какую позицию занимают родители. Вопросов возникает немало. И голоса родителей не должны быть разрозненными. А проблемы и предложения терятся в ворухе дел. Поэтому считаю важным создать областное родительское собрание. Ну а выразителем, наверное, организационной структуры и такого собрания смог бы стать областной родительский комитет. На родителей можно возложить один из важнейших вопросов – контроль школьного питания. Тогда новое меню будет, пусть и без особых изысков, зато премиального качества. Бесплатное горячее питание в Самарской области организовано для всех младших школьников, что удалось сделать далеко не в каждом регионе. Новая школа строится сразу с современными пищеблоками. До конца года будут открыты три новостройки, две из них в Самаре. Город и сегодня должен соответствовать статусу «трудовая доблесть». А в наступающем году – знаковая дата – 60-летие первого полета человека в космос. Тема для хороших уроков точно не иссякнут. А в Самаре пройдет Всероссийская олимпиада по астрономии. Сегодня, как и много лет назад, от профессионализма учителя зависит, какой будет страна. Именно вы формируете будущее нашего родного края, будущее нашей страны. А чтобы формировать будущее, нужно обладать самыми передовыми навыками и знаниями. Поэтому самое серьезное внимание мы будем уделять непрерывному повышению квалификации учителя. Для этого в Самарской области в рамках реализации проекта «Учитель будущего» создаются два центра. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки профессионального мастерства. Практически все школы уже готовы принять учеников. 1 сентября станет особым праздником для детей. Они возвращаются в классы после долгого вынужденного перерыва. В каждой школе пройдут линейки, правда, только для первых и одиннадцатых классов, чтобы сохранить самые добрые впечатления о самом долгожданном Дне Знаний в их жизни. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. В Самаре завершаются ремонтные работы во дворах, парках и скверах. Качество благоустройства объектов в Красногринском районе Самары проверила глава города Елена Лапушкина. В графике объезда сквер имени Овчарова и вертолетная площадка. Везде ли подрядчик укладывается в срок, узнала наша съемочная группа. Сквер имени Овчарова теперь любимое место отдыха жителей Прибрежного. Благодаря активности людей эта территория стала победителем рейтингового голосования. И теперь в поселке есть хорошо освещенный сквер с пешеходными дорожками, лавочками, спортивной площадкой и детской игровой зоной. Все нравится. Очень много лавочек. Удобные лавочки. Очень спортивный комплекс, хороший. Благоустройство сквера практически завершено. Подрядчику остается доделать покрытие спортивной площадки и газоны. Все работы подрядчик выполняет, основываясь на пожеланиях жителей. Они здесь практически каждый день наблюдали, смотрели, как мы здесь строили. И некоторые нюансы, которые не планировалось, даже проектом мы делали. Даже включая поручни, которые не ходили здесь, мы дополнительно поставили. Местные жители обратились к Елене Лапушкиной с просьбой установить в сквере видеонаблюдение. Полностью завершить все работы в сквере Овчарова должны до начала сентября. Немножко доделать детскую площадку, немножко доложить асфальт. И мне кажется, сквер будет просто играть всеми красками, будет радовать жителей. Очень надеюсь, что его сохранят, что его полюбят. Что кто не знал об этом сквере, узнают и будут здесь проводить все свое время. Очень хочется, чтобы здесь проводили соревнования, чтобы здесь проводили праздники. Чтобы люди здесь собирались и радовались. Также глава города проверила, как идет ремонт вертолетной площадки в Красноглинском районе. Сейчас территория закрыта для посещения. Ведутся демонтажные работы. Объем мы большой сделали. Процентов 5 мы уже, можно сказать, сделали. Поэтому работы начались хорошо. Демонтажные работы почти проведены все. Осталось только верхняя зона. Территорию вертолетной площадки планируют сделать двухъярусной. Здесь появятся две смотровые площадки. Зона отдыха, ресторан, кафе и две детские площадки. В этом году отремонтируют покрытие верхней площадки и проведут освещение. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, Константин Головин. События. История с точечной застройкой на улице Мичурина получила продолжение. Жители и представители компании, которые пытаются возвести новый дом, сели за стол переговоров. Олег Зверев выслушал позиции сторон. Нет точечной застройки. Такие плакаты появились на балконах домов на улице Мичурина. Жители квартала намерены отставить территорию, которую застройщик готовит для возведения 22-этажного дома. Вот так должно выглядеть предполагаемое строение. Но, по мнению горожан, появление небоскреба в этом месте не только нарушает их право на нормальную жизнь, но и угрожает их домам из-за сложной геологической структуры участка. Доводам экспертных организаций местные жители не доверяют, а разрешение на строительство оспаривают в суде. На прошлой неделе на спорной территории побывала глава Самары Елена Лапушкина. А сегодня она пригласила стороны за стол переговоров. На этом маленьком пятачке в замкнутом пространстве в непосредственной близости от трех домов, двум из которых нам больше 40 лет, одному 30, в принципе нельзя. Потому что это ведет за собой, ну как минимум, проблемы с тем, что у нас забирают, по сути, жизненные пространства наши. А как максимум это безопасность. Проблема тянется давно. Минстрой выдал разрешение на строительство, потому что не было оснований для отказа. Однако нередки случаи, когда внешне все вроде бы по закону, но неточности проведенных исследований приводят к тому, что страдают соседние дома. Другой довод жителей в том, что коммуникации могут не выдержать нагрузки, и появление нового строения может привести к серьезным сбоям. Для застройщика эти аргументы кажутся неубедительными. Компания идти на компромисс не желает. Понять застройщика можно, ничего личного, только бизнес. Те требования, которые предъявляют сейчас к застройщику местные жители, они сводятся к тому, чтобы отменить строительство жилого дома на этой территории в целом. Все, что они говорят, это уже причины, так скажем, на основании которых они хотят отмены добиться. Глава города Елена Лапушкина еще неделю назад назвала позицию застройщика, не желающего наладить диалог с жителями, ошибкой. Об этом она также сообщила и на своей официальной странице в Инстаграме. Время точечных застроек ушло. Сегодня невозможно сделать что-то, не опираясь на народное мнение. От застройщика глава города потребовала предоставить проект, чтобы специалисты городадминистрации могли оценить все риски. Вы даже не попытались с ними проговорить. Вы действительно не обследовали их дома. Вы не проговорили про детские площадки. Вы не понимаете, как у вас пойдут коммуникации. Вы решаете чисто свою экономическую задачу. Стройка не начнется, пока идут судебные разбирательства. Даже несмотря на то, что застройщик уже начал приглашать людей для оформления договоров долевого участия в строительстве нового дома. Олег Зверев и Василий Колдашов. События. Тем временем в Самаре завершается благоустройство улицы Мичурина. Участвуют в преображении и волонтеры. Насколько готов новый бульвар, оценила Мария Левина. Иван Давыдов, свободный от учебы время, любит прогуляться с друзьями по городу. Если пару лет назад единственным любимым местом в Самаре была набережная, то сегодня есть из чего выбирать. Среди новых общественных пространств молодой человек выделяет сквер Фадеева с большой спортивной площадкой, игровым комплексом для детей и протяженной прогулочной зоной. А также новый бульвар на улице Мичурина. За обновление этой территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проголосовали более 6,5 тысяч жителей Самары. Сейчас прогулочный бульвар готов уже на 95%. Здесь вместе с другими волонтерами Иван помогает наводить порядок. Для меня это стимул не сидеть сложа руки и помогать городу развиваться. У меня сразу чувство удовлетворения. Сразу такая гордость, что у нас город становится лучше. Строители зашли на объект в конце весны. Бульвар по улице Мичурина от улицы Владимирской до Дачной заметно преобразился. Это место, где много транспорта и пешеходов. Задача архитекторов при разработке дизайн-проекта была создать зоны для отдыха, удобства для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. Комплексно благоустроена прогулочная зона длиной около километра. На отремонтированной променадной зоне установили порядка 50 лавочек с деревянными настилами. Установили освещение и урны. Сквер получился зеленым, посадили около тысячи кустарников, а еще елки и туи. Организовали газоны с автополивом. Мы видим результаты нашего труда, то есть зеленое насаждение, газоны, все уже присутствует. Город становится краше, по-моему. За порядком здесь будут следить с помощью камер видеонаблюдения. Сейчас строители работают на второй очереди бульвара, от Клинической до Владимирской. Закончить все работы должны к середине сентября. Мария Левина, Сергей Баскин, События. В сентябре на улице Авроры откроют новую зону отдыха. На каком этапе работы по благоустройству сейчас, увидела наша съемочная группа. Территория для отдыха и развлечений. Площадь нового бульвара на улице Авроры от аэродромной до Мариса Тереза составляет 20 тысяч квадратных метров. Всего год назад здесь был стихийный рынок, и местные жители возмущались антисанитарии и торговым беспределам. Теперь общественное пространство выглядит совсем иначе. Горожане прогуливаются по дорожкам, занимаются физкультурой на тренажерах, отдыхают на скамейках. Мы очень рады. Я прям довольна. Я вот к ним хожу каждый день. Раньше идешь сюда и как-то скучновато, грустновато. Отсюда этот рынок был такой захолустный. А сейчас красота. Прям с удовольствием каждое утро иду и песню пою. Проект бульвара на Авроре разработали, учитывая пожелания самарцев. Местные жители делились с дизайнерами и архитекторами своими идеями на стадии подготовки. А когда придет время принимать объект от подрядчика, горожане также оценят работу. Это важная часть стратегии лидерства, долгосрочного документа о развитии региона, разработанного по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Самарцы такому подходу рады. Место преобразилось. Не узнать. Я вот живу прям рядом, вот Аврора, Президентская. Вот сейчас постоянно хожу сюда. Вечером и днем время есть отдыхать. Смотреть, как работы выполняются. Очень изумительные. Место будет лучше всех помогать. Масштабный проект комплексного благоустройства участка улицы Авроры реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Достопримечательностью бульвара станет 11-метровая ель, фонтан со светодиодной подсветкой, спорт, площадка и бесплатный Wi-Fi. Сейчас завершается озеленение бульвара, пассейн-газон. Высаживают сотни деревьев и кустарников разных сортов. Для растений предусмотрен автополив. Для травы это очень замечательно. Она идет ровная. Вот видите же, зашла уже, скоро катить надо. Для кустарников это уже. Потому что в такой момент, как паутинный клещ, он не любит, когда на него сверху грызгают. Поэтому это очень большая помощь отвредить в этом отношении хорошо. И климат уже, влажность будет больше. Кроме микроклимата, позаботились и о безопасности отдыхающих. На бульваре будет круглосуточное видеонаблюдение. Теперь местные жители смогут отмечать городские праздники в комфортных условиях. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События. В Самарской области развернули полевой лагерь для мигрантов, которые не смогли выехать домой из-за пандемии коронавируса. В палатках в районе Кенеля живут 1300 граждан Узбекистана и Киргизии. Как помогают пленникам пандемии и когда иностранцы все же смогут вернуться на родину, выяснил Анатолий Головко. Фаина Исмаилова приехала в Самарскую область из Башкортостана. Там она находилась около шести месяцев, гостила у тети. Из-за существующих ограничений женщина не смогла вернуться на родину в Ташкент. Планировала задержаться лишь на две недели, но коронавирус спутал все планы. Сейчас она находится в лагере и надеется уехать в Узбекистан на поезде. Женщина признается, в лагере ее приняли как родную. Большое спасибо всем органам власти. МВД, МЧС, полиция, ОМОН, противопожарная безопасность, потом вот казачество круглосуточно помогает. Вода, питьевая, умываться, хлеб бесплатный, питание. В общем все условия создали для нормальной жизни. Большое-большое спасибо. Застрял в Самарской области и Данияр Икрамов. Молодой человек приехал в Кенель на поезде из Рязани и тоже планирует вернуться в Узбекистан. В общем мы ждем, может быть поезд и просим, конечно, президента России Владимира Владимира Путина, чтобы нам какой-то оказали помощь, чтобы открыть нам дорогу и мы побыстрее уехали. В палаточном лагере есть все необходимое для нормальной жизни. Иностранцев кормят три раза в день и оказывают им медицинскую помощь. Здесь, в нескольких километрах от Кенеля, круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств, врачи и пожарные. В поле установили 40 больших и 100 маленьких палаток. Обстановка спокойная, люди не конфликтуют. Их должны отправить домой на поезде в ближайшие дни. Свет от генераторов бензиновых, производится подвоз воды, бесплатное обеспечение едой. Похожая ситуация уже происходила в Самарской области в мае. Тогда из-за недостоверной информации об открытии границ с Казахстаном, которая попала в интернет, в регион приехали тысячи мигрантов со всей страны. Они жили в полевом лагере в районе Большой Черниговки. Тогда иностранцев отправили в Узбекистан на автобусах. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. На минувшей неделе на Рощинском полигоне в Самарской области открыли форум «Армия-2020», где жители и гости Самарской области могли познакомиться с новейшими образцами вооружения и военной техники, посмотреть показательные выступления, а также записаться на службу по контракту. Подробности в нашем следующем сюжете. Бронетранспортеры, боевые машины пехоты, гаубицы, реактивные системы залпового огня и современные образцы огнестрельного оружия на Рощинском полигоне – есть что посмотреть. Здесь проходит форум «Армия-2020». На открытие международной выставки гостей и участников поприветствовал глава региона Дмитрий Азаров. Сегодня здесь вы имеете возможность не только увидеть новейшие образцы вооружения, но даже попробовать свои силы, если понадобится встать на защиту Родины. Я знаю, что каждый мужчина готов это сделать в нашей стране. После официальной части на импровизированной сцене в поле бойцы спецназа «Азасиловики» продемонстрировали приемы рукопашного боя, стреляли из автоматов, а также ломали доски, шифер и каменные блоки голыми руками. Шоу продолжилось танковым сражением. Гости форума под большим впечатлением от увиденного. Впечатление очень позитивное, очень хорошее. Вот в этом году вообще реально классно. Техники очень много и прям, ну, очень интересно. Мы приехали с детьми, с тетей, с дядей. Мы приехали все, кроме папы. Приедем с папой завтра, примем участие, посмотрим на бригаду третью спецназа, что они, может быть, сделают более новое, более современное относительно 92-го года. Форум «Армия-2020» в Самарской области продлится до 29 августа. Здесь будут работать кластеры Центрального военного округа, МВД, МЧС и Росгвардии. Для гостей приготовят более 8 тысяч порций солдатской каши, тонну чая. Для посетителей испекут также 200 килограммов хлеба. Светлана Кудрявцева, Анатолий Головко, Максим Гусев. События. В Самаре продолжается «Волга-фест». Лиричные композиции, загадочные монументы и стулья прямо в воде. На площадке фестиваля художники воссоздают свои арт-объекты. Со всей России выбрали только 10 лучших мастеров, которые готовы пойти на диалог с современным искусством. Мария Левина расскажет подробнее. Любимая часть самарцев – это арт-объекты, фотографии с которыми пестрят по всей социальной сети. В этом году, к этому подошли, особенно внимательно устроили всероссийский конкурс, в котором приняли участие более 100 художников. Из них выбрали 10 лучших. Из Сибири с любовью автором одного из 10 лучших арт-объектов стал Матвей Фатеев из Томска. Последние 7 лет он занимается стрит-артом, романтикой, его конек. Для «Волга-феста» парень впервые занялся скульптурой. Увидел на сайте фотографию монумента «Белый танец», который уже украшает Самарскую набережную. И в голове сразу появилась идея, как его можно дополнить. Проект оценили по достоинству члены жюри конкурса, и Матвей прибыл в Самару воплощать свою идею. Я сделал такую историю, что сама композиция делится на три момента времени. Вот это последний момент времени, один из трех. Мужчина и женщина уже рядом. Предыдущие два, они как бы на пути друг к другу. Получается, что три момента времени, они друг за другом идут, и получается такое движение, динамика. Сейчас художники устанавливают свои работы, некоторые уже готовы. Например, вот это творение мастера из Санкт-Петербурга воплощает главную тенденцию этого года – дистанцию между людьми. Но при этом все человечки друг друга поддерживают. Еще одна из тематик этого феста – короткие дистанции, в том числе и дистанция между городом и природой. Так, один из десяти арт-объектов установили не на набережной, а впервые в воде. Это такое высказывание о современном искусстве из разных областей – театр, музыка, искусство. Мы провели всероссийский конкурс, у нас был большой уважаемый жюри, который состоял из Василия Церетейли, директора Музея современного искусства, Налия Алфердиевой, Пермского музея современного искусства, Сони Тараценко и многих других. И отобрали, в общем, десять объектов. Я бы даже сказала, шесть победителей, еще несколько, два художника приглашенных, и два объекта, так называемый, выбор оргкомитета. Сегодня уже начался монтаж, и к выходным уже все объекты будут стоять, вы сможете с ними познакомиться. Они от лиричных, с которыми можно понаблюдать за другой стороной Волги, что, в общем, свойственно самарчанам, потому что за Волгой – это, в общем, такой символ отдыха Самары. Программа фестиваля насыщенная, и все самые яркие мероприятия пройдут как раз-таки в эти выходные. Планируется программа практически в режиме нон-стоп, то есть все начнется в 12 дня с диджей-сета, далее будет сразу несколько музыкальных концертов до самого вечера, и параллельно будут работать творческие площадки. В общем, будет на что посмотреть, и будет в чем поучаствовать. Мария Ильевна, Василий Колдашов, События. Самарский академический театр оперы и балета готовится к открытию нового театрального сезона. Зрители обещают удивить яркими премьерами. О высоком искусстве на крыше для всех желающих. Наш следующий сюжет. Популярные арии из оперет «Сильва» и «Принцесса цирка» звучат на крыше одного из торговых центров города. Весь пятничный вечер на Самарском Арбате солисты театра оперы и балета радуют своими голосами жителей, которые уже успели соскучиться по классике. Вообще очень нравится. Мы любители посещать театры, больше любим оперетты, на самом деле. Но это как раз из-за опереток. Просто замечательно. Это очень красиво. И достойно Самары, конечно. Побольше таких мероприятий надо проводить. В сентябре в Самарском академическом театре оперы и балета стартует 90-й юбилейный сезон. Он обещает быть особенно ярким и интересным. Сейчас в театре идут репетиции. Серьезное пополнение произошло в балетной труппе. Впервые за новейшую историю театра после реконструкции все ставки в коллективе заполнены. Буквально в ближайшие выходные мы проводим прослушивание для набора в оперную труппу. Надеемся получить новых перспективных молодых исполнителей, которые, безусловно, украсят нашу интересную, уже серьезную такую авторитетную оперную труппу. И это, конечно, привлечет внимание любителей оперы и балета. Эпид-обстановка внесла свои коррективы. В работу театра музыканты не смогут разместиться в оркестровой яме с соблюдением социальной дистанции. Поэтому будут выступать на сцене. Балеты пойдут под фонограммы, а оперы прозвучат в концертном исполнении. Также исключат спектакли с хоровыми и массовыми сценами. Например, оперы «Аида» и «Князь Игорь» покажут после снятия всех ограничений. Учитывая, что оркестр будет сидеть на сцене, мы все-таки решили обогатить наш репертуар несколькими названиями опер, которые либо шли давно в этом театре, замечательном в нашем, либо просто идут редко. Такая, например, ситуация с оперой «Иоланта», которую мы показываем раз в два года. «Иоланта» Петра Ильича Чайковского станет первым спектаклем сезона. Это будет подарок для медиков за их героическую борьбу с пандемией. Также в ближайшее время в театре запланирована премьера балета от постановщиков танцевальной притчи «Три маски короля». Светлана Кудрявцева, мэрия Елчан, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова